Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Это самые знаковые новости этой недели. В студии Олеся Корецкая. Коротко о главных темах. Глава Самары Олег Фурцев покидает свой пост. Теперь он будет работать в областном правительстве. В тесноте да не в обиде. Учеников аварийной 46-й школы распределили в школы по всему микрорайону. «Самара без меня проживет, а я без Самары нет». Группа «Бомбоза» посвятила песню родному городу. Главная новость этой недели. Глава Самары Олег Фурцев переходит в областное правительство с 1 ноября. Об этом на расширенном заседании областного правительства сообщил в Рио губернатор Дмитрий Азаров. Олег Фурцев должен будет усилить работу по стабилизации ситуации на рынке труда. Обязанности по исполнению полномочий главы администрации Самары будет исполнять Владимир Василенко, занимающий пост первого заместителя мэра. Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что у Олега Фурсова налажено взаимодействие с федеральными структурами. Олег Фурцев принял мое предложение возглавить эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к работе, я хотел бы, небоскнее, чтобы 1 ноября. У Олега Фурцевича наработаны достаточно серьезные связи с федеральным министерством. И понятно, что нам сейчас буквально какая-то возможность с нами должна быть использована. Исполнение обязанностей будет возложено на Василенко Владимир Андреевича. Почти 580 миллионов рублей дополнительно нужно, чтобы решить проблему обманутых дольщиков в отдельно взятом случае. Высотка на Вилоновской строится уже 14 лет. И только когда за дело взялся глава региона Дмитрий Азаров, владельцы квартиры вздохнули с облегчением. Застройщик обещает ввести дом в эксплуатацию в конце 2019 года. С какими препятствиями столкнулись дольщики, расскажет Сергей Кизоркин. Татьяна Сычева купила квартиру на Вилоновской 9 лет назад, но до сих пор в ней не живет. В 2008-м стройку остановили из-за многочисленных нарушений. Застройщика объявили банкротом. Новая компания за последние три года провела серьезную работу, оформила землю в субаренду, сделала новый проект дома и ждет экспертизы. Все это стало возможно благодаря консолидации усилий Минстроя, городской и областной властей. Подключился в РИО исполняющий обязанности губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Он оказал нам большую... мы написали ему письмо, в котором озвучили все наши проблемы с приложением всего пакета документов. Он отнесся к этому с большим пониманием и пригласил нас к себе на встречу. Помог нам в решении вопроса по подписанию постановления по плотности застройки, которая застопорила дальнейшее строительство нашего дома. И мы очень верим в него и очень надеемся, что этот объект будет достроен в самое кратчайшее время. Стройка могла стартовать уже в этом году, но вышли новые правила застройки. Дом, который проектировали 14 лет назад, уже не попадал под эти параметры. Одна квартира, одно парковочное место. Стоянка в 20-ти этажке вообще не была предусмотрена. И только благодаря вмешательству областных и городских властей проблему удалось решить в короткие сроки. Такую задачу в целом по стране поставил президент Владимир Путин. Мы проведем совещание, мы пригласим всех группы дольщиков, которые уже сорганизовались за последние годы, сбились в таких профессиональные команды. И будем искать решение вместе, мы сделаем это обязательно. Это важнейшая проблема. Я знаю, что люди ждут этих решений. Я обещаю вам, что мы в ноябре месяце, я говорю, реальные сроки, соберемся, вместе с вами обсудим ситуацию. И я уверен, найдем решение в самых сложных проблемных стройках. На Вилоновской осталось решить еще одну немаловажную задачу – найти деньги для завершения строительства. Чтобы сдать дом в эксплуатацию, нужно почти 580 миллионов рублей. Не все дольщики готовы к новым инвестициям. У нас, как инвесторов, таких средств нет. И поэтому придется дособирать с квадратного метра определенные суммы, которые будут озвучены позже дольщикам. Но там тоже неоднозначное видение этой ситуации. Как только деньги будут найдены, строители приступят к работе. По плану дольщики справят новоселье ближе к новому 2020 году. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Нет рекламы вне закона. В Самаре продолжается работа по сносу нелегальных рекламных конструкций. Демонтируют щиты не только на муниципальных землях, но и те, которые спрятались за забором на частных территориях. Свидетелем такой работы стала и наша съемочная группа. Собственник рекламных щитов тщетно пытается помешать сносу. Но подрядчик продолжает свою работу. У него есть разрешение и контракт. Хозяин щита и сам мог его демонтировать, не дожидаясь помощи городской администрации. На это у него был месяц. Но бизнесмен уже год игнорирует все предписания. А потому за дело взялась железная рука. Расходы на демонтаж, а также штраф потом взыщут с владельца земли. Только за один день с частных территорий снесли пять рекламных щитов. После сноса у конструкции одна дорога на склад хранения. Там щиты ожидают своих владельцев, которые за каждую рекламу обязаны заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Если собственник данных рекламных конструкций найдется, есть вероятность, что он заплатит огромные штрафы. Если нет, то данные конструкции через месяц подрядчик утилизирует на базе. Напомним, борьба с нелегальной рекламой в Самаре сейчас вышла на новый уровень. В зоне повышенного внимания городских властей теперь и частные владения. Для проведения демонтажных работ на частных территориях заключаются муниципальные контракты. Щиты убирают не только в центре, но и на окраинах. Пять незаконных конструкций демонтировали с улиц Куйбышевского района в конце минувшей недели. Всего же в городе снесли уже 190 щитов. С использованием спецтехники утилизировано 110 конструкций. И еще одна партия подготовлена к утилизации. В департаменте городского хозяйства заверяют, что после Нового года в Самаре останутся только легальные рекламные щиты. Марьяна Мирная, Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Учебный процесс без перерыва. 705 учеников аварийной 46-й школы, которой требуется капитальный ремонт, распределили по другим образовательным учреждениям. Все они находятся в том же микрорайоне, поэтому обучение проходит с минимальными потерями. В каких условиях учатся вынужденные переселенцы, проверили представители городского департамента образования. Вам здесь все хорошо учиться? Да. Поднимите руки, кто из вас кушает в столовой. Да, как отлично. Что сегодня давали на завтрак? Вечер, 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 вечер. Все лучшее первоклашкам. Восемь начальных классов из аварийного здания 46-й школы перевели в учебный центр РЖД. В здании с хорошим ремонтом хватило места и для классов с игровыми зонами, и для гардероба, и для столовой. Сейчас с директором прошли, посмотрели, как занимаются дети. Все-таки осень, у нас последняя неделя перед каникулами, заканчивается четверть. Вы видите, какие большие классы, полные детей. Дети почти в полном составе, и они здесь уже, в общем-то, адаптировались. Больше всего новых учеников принял техникум сервиса производственного оборудования. 12 классов с 5 по 11 распределили на две смены. Несколько классов перевели в Центр дополнительного образования подросток, колледж-связи, 20-ю школу и Самарскую гуманитарную академию. Все эти здания находятся буквально в пределах одной улицы Советской армии, чтобы было удобно и детям, и родителям, и учителям. И, конечно, мы видим необходимость и задачу более компактного размещения детей, и ищем место и возможность перевести их в те места дислокации, на которых мы сейчас располагаемся. Происходит перемещение учителей, но здесь необходимо было провести, выстроить определенную логику в составлении учебного расписания, так, чтобы учителям было наиболее удобно и комфортно перемещаться. Все возникающие вопросы решают вместе с родителями, которые пришли встречать детей после занятий. Здесь устраивает занятие, и всем рядом. То, что в какую-то другую школу, как говорят, за тысячу верст, это из одной физкультуры не стоит. Надо вам решить, что для детей для вас важнее, скажем, подвоз или какие-то временные неудобства. Ну, физкультура, конечно, я согласна, что это плохо. Нас условия очень даже устраивают. Мы считаем, что вообще наши дети сейчас вообще в тепличных условиях находятся. Здание 46-й школы пока закрыто. Сейчас идет подготовка к составлению сметно-технической документации. Школу ждет капитальный ремонт. Олеся Корецкая, Станислав Левин, События. Новый детский сад начал работу в Волжском микрорайоне Самары. Его открытия с нетерпением ждали сотни семей. Трехэтажное здание рассчитано на 350 детей. Комфортно ли будет в детском саду, оценили родители. Слово Ларисе Шалаваст. В группах нового детского сада есть все условия для комфортного пребывания малышей. Здесь есть спальня, просторная игровая комната, причем полы везде с подогревом, а также индивидуальная кухня в каждой группе. В семье Злобиных двое сыновей. Мальчики очень активные и родители больше всего радуют, что в новом детском саду есть все условия для занятий спортом. Очень рада, что сад новый, все новое оборудование, игрушки, воспитатели молодые, хорошие. То есть сейчас дети все довольны. Думаю, адаптация также пройдет легко. Трехэтажное здание оснащено по последнему слову техникой. Детский сад рассчитан на 350 детей в возрасте от 2 до 7 лет. А это значит, что очередь в дошкольные учреждения сократилась. Глава региона, который приехал на открытие нового детского сада, поинтересовался мнением детей и их родителей. Главное, чтобы вам, жена, и родители. Замечательно. Хорошо все устраивает. Задетных беспокоиться не будете? Нет, нет. Дмитрий Азаров курировал строительство этого детского сада, начиная с этапа подготовки документов, еще работая в статусе сенатора. По его инициативе это учреждение было включено в федеральную программу. Для решения этого вопроса Дмитрий Азаров обращался к руководству правительства России. Новые детские сады появляются по всей России благодаря той задаче, которую поставил президент страны, Владимир Владимирович. Вы знаете, что была поставлена задача президенту, что всех деток сначала с трех до семи лет в возрасте, но здесь у нас и ясельная группа есть, обеспечить местами в детских садах, чтобы дети с самого маленького возраста получали и образование, и воспитание не только в семье. Особое внимание при строительстве детского сада уделили и территории вокруг него. Здесь появилась большая игровая площадка. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Принудительные работы в наказание за кражи и мелкое мошенничество. Самара стала одним из регионов, где в экспериментальном режиме работает исправительный центр. Сюда отправляют тех, кто впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести. О том, как осужденных наставляют на путь истинный, репортаж Алины Чемерес. Новым домом исправительный центр для Максима Насибулина стал в июле. Жить ему здесь шесть месяцев за то, что не захотел год служить в армии. Молодой человек осужден за уклонение от воинской службы. Рассказывать прослыть нарушителям даже и не думал. Просто настолько бурно отметил проводы, что с утра не смог проснуться и пропустил армейский поезд. Вызвали меня через полгода на суд и дали штраф в 20 тысяч. На этот штраф я, грубо говоря, забил. Не оплачивал, ничего не делал. Ошибку, если честно, свою я понял еще тогда, когда не встал. Просто там уже сделать ничего нельзя было. Но как бы да, ошибка есть, я сам приехал исправлять себя. Исправительные центры в 17-м году начали работать в 11 регионах страны. Пока в экспериментальном режиме. Это новый вид наказания. К принудительным работам приговаривают за впервые совершенные преступления небольшой и средней тяжести. Сейчас в исправительном центре при 10-й колонии трое осужденных, в том числе из других регионов. Помимо уклониста еще вор и мошенник. Где они будут трудиться, решает администрация центра. На работу в буквальном смысле далеко ходить не надо. Все трудоустроены в колонии разнорабочими. Получают зарплату равную мрот. Всего центр рассчитан на 35 человек. По правилам живут осужденные здесь, питаются и оплачивают электроэнергию из своего кармана. В тот момент, как он пребывает, мы с ним проводим, соответственно, беседы. О том, какие здесь правила, какие у них права, обязанности, что им запрещено. Какие меры дисциплинарного воздействия за то, что они могут нарушить правила внутреннего распорядка. Если он будет в алкогольном опьянении, то это будет сразу же замена лишения свободы. В первую очередь, им запрещено пить и покидать без разрешения администрации исправительного центра. Свободы у здешних осужденных достаточно. Им разрешено иметь сотовые телефоны, компьютеры, банковские карты. Получать посылки к ним беспрепятственно пускают родственников. Чтобы организовать досуг в исправительном центре есть библиотека и спортзал. В свободное время мы занимаемся спортом, чтобы держать форму. Кто-то занимается железом. Я лично на брусьях люблю делать. Срок пребывания в исправительном центре может достигать пяти лет. Чтобы у осужденных не случилось депрессии или нервных срывов, на протяжении всего времени с ними работают психологи. Диагностика, психокоррекция, арт-терапия. Все, что мы используем в своей работе. У них даже случаются какие-то семейные проблемы. То есть мы работаем и созвонимся с родственниками, решаем какие-то такие вопросы. Допустим, они обращаются по личному. Не только, что связано с этой категорией, что они здесь. Главная задача сотрудников исправительных центров – выстроить воспитательную работу так, чтобы осужденные больше не совершали ошибок. Что касается Максима, уже в январе он вернется в родную республику Мариэл. Говорит, намерен пойти служить по контракту. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Время собирать камни. Самарские геологи совершили уникальное открытие. В Шанталинском районе они раскопали целый карьер окаменелостей, в которых содержатся фрагменты костей рептилий, живших на Земле 270 миллионов лет назад. Найдены как водные, так и сухопутные обитатели. Мариана Мирная прикоснулась к истории. Собирать камни для этих людей – дело привычное, но необыденное. Каждая геологическая экспедиция приносит свои плоды. Последним оказалось 270 миллионов лет. У меня в руках на данный момент образец ребра рептилий пермского возраста. На первый взгляд это покажется какой-либо маленький фрагмент камня просто в массе породы. Но если посмотреть под бинокуляром, то можно увидеть непосредственно его особенности. Но можно увидеть костную структуру этого образца. В Шанталинском районе геологам повезло найти не только захоронение морских рептилий, но и сухопутных. Исследования подтвердили возраст окаменелостей. Работали мы недалеко от села Аксакова, где нашли такую находку – это чешуек рыбы полеоникс. Возвращается она тем, что у современных рыб чешуя имеет округлую форму, а эта имеет ромбическую. То есть это единственное такое большое отличие от современных рыб. Препарирование костных остатков – процесс долгий и кропотливый, требует применения специальных препаратов и методик, рассказывает старший преподаватель кафедры геологии Алена Морова. Но найти эти уникальные окаменелости – уже огромное везение. Тем более, что возле села Аксакова геологи изначально искали окаменевшую древесину и ни о каких костях даже не мечтали. Не ожидая не увидеть ничего подобного, занимались вот этой древесиной, пока не пошли в отдаленную часть карьера, которую колхозники начали засыпать мусором. Именно этот мусор, как это ни странно, нас и привлек, потому что мы подумали засыпят и больше мы ничего не увидим. И вот там кто-то из студентов нагнулся и увидел маленький фрагмент, ничего, что-то такого непонятного, похожего на кость. Найденные фрагменты рептилий существовали на стыке самой древней эры – Палеозойской и Мезозойской. И ранее они не встречались в Самарской области, да и вообще окаменелости такого возраста находили только в районе Коми. По составу вот этих вот отложений мы можем сказать, что это были речные отложения, дельтовые речные, то есть где-то близко к тому месту, где впадала река древняя, вот эта Пермская, либо в море, либо в какую-то лагуну. В последние годы интерес к раскопкам возрос. В экспедиции начали ездить не только профессионалы, но и любители, которые зачастую по незнанию и неопытности могут повредить находки. Поэтому сотрудники кафедры геологии решили организовать будущим летом школу геологов, в которой научат желающих, как распознать ценный экземпляр и как его не повредить. Для кого-то просто камень, а для кого-то бесценная находка. Вот эту вещь нашли в карьере в Шанталинском районе. Называется это «Костью конечности крупной амфибии». Мариана Мирная, Константин Головин. События. Их от Самары прет. Самарская группа «Бомбоза» призналась в любви родному городу. Песня «Самарская» вышла в сеть и уже успела завоевать поклонников. По тексту песни «Самарская» с группой «Бомбоза» прогулялась Мариана Мирная. Для солиста группы «Бомбоза» Вадима Малявина «Паниковский» стал маяком еще в детстве. Всю Самару он облазил вдоль и поперек, но песня получилась только сейчас. Автор говорит, такой город определенно заслуживает хорошей песни с местным колоритом. «Брали такие точки географические, которые мне хорошо известны. Ну, а мне известен весь город. То есть, если кого-то там не упомянул, то, извините, но, как бы, например, там Полевая. Это, ну, гордость наша. Я помню, мы пацанами там скатывались на этих, там, как бы, на санках вниз, там, по зиме. Все участники группы – самарские и дружат с детства. Впервые собрались играть в 86-м году, потом расстались на 20 лет. И только два года назад поняли, что не могут без музыки и друг без друга. Мы на подушках, на все, что на коленках, на все, что угодно. Даже проезжая в машине, ты отстукишь ритм и балдеешься от этого, музыцируешь. Для каждого из музыкантов группа – хобби. В обычной жизни они строители, рекламщики и даже директора компаний. Репетируют ночами, выходные, потому что мечта детства должна исполняться, уверены в группе. Если вдруг, правда, не только сидишь у телевизора и пьешь пиво, но и лучше еще какие-то, достигаешь какие-то вещи, особенно те, которые тебе очень мечтали с детства. Это, конечно, очень здорово. И здесь просто нас всех прет. Вот нас в данном случае прет от музыки, нас прет от Самары. Мы очень счастливые люди. Меня от Самары прет, я понял за много лет. Нет, Самара без меня проживет, а я без Самары нет. Марьяна Мирная, Василий Колдашов, События. В парке Гагарина замерзают лебеди, перевезенные туда на время ремонта парка Металлургов. Такая информация появилась в интернете. Некоторые сообщали даже, что грациозные птицы и вовсе пропали. Разобраться в ситуации на место события отправилась Инесса Панченко. Переехали сюда все семьей, шутит зоотехник Елена Павлова. 12 птиц, 2 кота и 2 сторожа. Раньше лебеди всей стаей проводили зиму в Самарском парке «50 лет октября». Старое название – парк Металлургов. Там для них был оборудован специальный домик. Необходимость переехать возникла в связи с капитальным ремонтом парка. Они у нас, конечно, здесь поживают хорошо. Кормим мы их два раза в день. Подкармливаем сейчас. Бывает тоже до двух раз. И зерно, и трава, конечно, нам люди приносят, помогают. Устроили им гнезда, они садятся на гнезда. В рационе лебедей пшено, каша, овощи и рыба. Для хорошего зрения – витамин А, содержащийся в моркови. Птицы способны хорошо переносить температуру до минус 15 градусов. Благодаря усиленному питанию они накапливают энергию и мало двигаются. Но сотрудники все же переживают за старого лебедя по имени Василиса. Поэтому она ночует в домике вместе со сторожем и кошкой. Согласно первому этапу капитального ремонта парка имени «50 лет октября», подрядчик должен завершить работу по лебежьему дому до 31 октября. То есть мы планируем конец этой недели, начало следующей лебедей перевести. В парке «50 лет октября» для птиц заканчивают строительство так называемой «лебяжки» – теплого зимнего домика с вольерами для ночевки. Меньше чем через неделю все пернатое семейство вернется домой. Для того, чтобы не травмировать птиц, их аккуратно перевезут в закрытых ящиках. Инесса Панченко, Василий Колдашов. События. Все как у людей. Решить демографическую проблему тиграм из зоопарка не позволял квартирный вопрос. Там отметили необычное новоселье. Амурские тигры «Кактус» и «Кассандра» получили новое жилье – просторный вольер площадью 250 квадратных метров. Амурский он же, уссурийский он же, сибирский. Дальневосточный тигр «Кактус» лучше представителя своего вида. Занесен не только в красную, но и племенную книги. В Самарском зоопарке «Кактус» в одиночестве живет уже 10 лет. Площадь его жилища была очень маленькой. По клетке зверь мог сделать лишь пять шагов. В прошлом году из Новосибирска привезли тигрицу – «Кассандру». Но содержать пару племенных тигров в маленьком вольере правилами запрещено. Да и не станут они там размножаться. Решить квартирный вопрос помогла компания «Газпром Трансгаз Самара», оказав финансовую помощь на строительство нового вольера. Есть программа развития амурских тигров. И то, что мы туда еще не вошли, мне это удивило. И было предложено для того, чтобы создать эту семью, надо было расширить вольер. Мы смогли расширить ее территорию, сделать ее в 10 раз больше, чем она была. Она сейчас по всем нормам соответствует нормам для развития амурских тигров. И хочется надеяться, что и «Кассандра», и «Кактус» найдут друг друга для того, чтобы мы полноценно могли сказать, что мы создали семью тигров. В природе амурские тигры живут поодиночке. У «Кассандры» и «Кактуса» пока отдельные квартиры. Какое-то время животные будут обнюхиваться через решетку, а когда сотрудники зоопарка убедятся, что пара настроена благожелательно, заслонку между вольерами поднимут. Пока тигрицы настроены к жениху немного агрессивно, но шансы на взаимность велики. Как и у людей. Только люди могут между собой договориться словами, подарить цветы, еще что-то. А здесь понравилось, не понравилось. Но тфу-тфу-тфу, скажем так, плюнем через левое плечо. У нас в зоопарке сколько пар образовывалось, они всегда приносили потомство и всегда нравились друг другу. Главный зоотехник утверждает, что 10-летний кактус – тигр в самом расцвете сил. Он тяжелее своей невесты ровно на 100 килограмм. Его вес выше среднего и, возможно, «Кассандра» оценит это по достоинству. Перспективы расширения жилплощади есть и у других обитателей Самарского зоопарка. Вообще стоит вопрос о том, чтобы в ближайшие годы, ну ясно, что это не за один год делается, мы получили полноценный зоопарк, где все животные смогут жить в не менее комфортных условиях, чем вот те два тигра, которые у нас за спиной. И тогда это действительно стало бы интересно и для жителей нашей области, и для приезжающих сюда туристов. Потому что таких по-настоящему хороших зоопарков мирового уровня у нас не так много. Инесса Панченко, Василий Колдашов. События. Это были самые знаковые события этой недели. Я желаю вам хороших выходных. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова